Победа в воздухе куётся на земле. Вокруг лучших российских самолётов и вертолётов, тех, что, как здесь принято говорить, работали от Афгана до Сирии, вьются инженеры и механики. Технику, проверенную боями, обязательно проверяют перед каждым вылетом. И делают это опытные спецы. Авиадарц — тот же танковый биатлон, только для авиации. Самый престижный конкурс. Сюда, в Приморско-Ахтарск, прилетели сильнейшие подразделения Юга России. Су-34 здесь называют автоматом Калашникова от самолётов. Такой же надёжный и простой в обслуживании. Он взял от предшественников всё лучшее. От 24-й сушки — огневую мощь, от 27-й — базу, то есть аэродинамику. По всем характеристикам оставляет далеко позади конкурентов в своём классе — истребителей-бомбардировщиков. Универсальный боец, способный сбивать вражеские самолёты и равнять с землёй военные базы. Сегодня разве что бомба учебная — 50 килограммов. Но и такая способна дом разнести на части. Всё остальное — стандартные комплектации. 30-мм пушка и ракетные блоки. Самое главное — всё обесточить перед подвеской, потому что, мало ли что, блуждающие токи могут сойти просто ракета и попасть непонятно куда. А сегодня мы отправляем азор. Азор является нейтральным газом. Во время температуры он не расширяется, не снимается. И во время срабатывания, например, аварийной выпускной трассы, он является дополнительным источником энергии для выпуска трассы. 34-ку заправляют керосином и проверяют работу всех систем. И только перед самым вылетом снимают с носа чехол. Под ним приёмник воздушного давления. Он измеряет скорость. А это для лётчика самый важный показатель на приборной панели. Такой случай был. Это, как я помню, Ан-148. Там было обморожение ПВД. Было неверное отображение скорости полёта. Соответственно, лётчики не знали истинную скорость. И у них не хватило подъёмных сил для того, чтобы совершить правильную посадку. Шесть инженера.